Здравия желаю! Это пятая часть серии о парке Патриот и выставке Рособорон Экспо. От главного храма вооруженных сил до музейной площадки номер один, где находится выставка раритетной техники мотора войны, можно дойти пешком за 20 минут. От входа Д в два раза быстрее. Большинство экспозиций в Патриоте можно осмотреть бесплатно. Это очень приятно. Одной из самых интересных экспозиций парка Патриот является выставка мотора войны. Здесь представлена коллекция уникальной автомобильной техники, показывающую многогранность технического развития стран-участниц Второй мировой войны. Тут вы сможете увидеть и сравнить технику стран-союзников антигитлеровской коалиции, прежде всего СССР, а также Великобритания, Канада, США, ЮАР. Техника противников государств ОСИ Рим, Берлин, Токио представлена автомобилями, разработанными в Германии, Италии, Чехословакии, Франции и Японии. В зале представлены военные машины во всем их многообразии, командирские внедорожники повышенной проходимости, грузовые и санитарные автомобили, мотоциклы, бронетранспортеры, тягачи и специальная техника различного назначения. Настолько полной и разнообразной коллекции нет ни в одном музее России и, возможно, мира. Выставка автомобилей дополнена специальными прицепами для транспортировки зенитных орудий и прожекторов, минометов, средств связи, полевого электроснабжения, представленные повозки гужевого транспорта, широко использовавшиеся во время войны всеми странами, амуниционные и санитарные телеги, одноосные прицепы для перевозки раненых, полевые кухни. Многие экспонаты сохранились в единственном экземпляре. Представленная экспозиция является частью коллекции Вячеслава Лен, насчитывающей около сотни единиц различной техники. Все эти уникальные экспонаты были в своё время активными участниками Второй мировой войны в Европе и на Дальнем Востоке. Отдельного упоминания заслуживает боевая реликвия – знамя 7-й отдельной танковой бригады формирования 1941 года с боевыми повреждениями. В разделе советской техники представлены знаменитые советские военные грузовики, ЗИС-5 и изготовленные на базе полуторки ГАЗ-АА, специально для использования в боевых условиях автомобиль ГАЗ-ММВ. Здесь же располагается выпущенный в количестве менее 700 штук полноприводный разведывательный автомобиль ГАЗ-64, который на протяжении всей Великой Отечественной войны как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик, пехота и раненых, а также как лёгкий артиллерийский тягач. В экспозиции также представлены санитарный автомобиль ГАЗ-55 бронеавтомобиль и танкетки гусеничный артиллерийский тягач Т-20 «Комсомолец». Поистине уникальный экспонат – макет, разработанный в СССР самоходной сухопудной электротанкетки торпеды ЭТ-1627, дистанционно управляющейся из модифицированного танка сопровождения. На выставке экспонируется один из первых послевоенных советских легковых автомобилей «ГАЗ-М20», получивший символическое название «Победа». Эта машина серийно выпускалась на Горьковском автомобильном заводе с 1946 по 1958 годы. В разделе «Техники стран-союзников СССР по антигитлеровской коалиции» расположены автомобили из США, Великобритании и Франции. Это знаменитые американские машины, находящиеся в отличном состоянии грузовой «Додж ВС-62», легковой внедорожник «Филис», грузовой автомобиль «ДжМС», «Сиси КВ-353» и бронетранспортер «М3 Скаут». Эти образцы поставлялись в годы войны в Советский Союз по программе «Ленд-Лиз». Интерес посетителей неизменно вызывает и снегоболотоход «Студебекер М29» на гусичном ходу. В Великобритании представлена в экспозицию грузовым автомобилем «Моррис Коммершал» С-8 и двумя артиллерийскими орудиями. Это 88-мм гаубица «Орднанс Куэф-25 МК-4» и 57-мм противотанковая пушка МК-2. Особо значимые экспонаты выставки – французские автомобили, транспортер «Лафли С-20ТЛ ВДП» – одна из трех сохранившихся в настоящее время машин данной модификации. Артиллерийский тягач «Лафли Ликорн В-15Т» в мире сохранилось не более пяти автомобилей этого типа, выпущенных в количестве 200 штук. Автомобили нацистской Германии и ее сателлитов представлены четырьмя образцами. Это редкий сегодня автомобиль грузовой АНХС «Дизель» и пожарный аэродромный автомобиль «Опель Блиц-3» 63700 ТЛФ-15 немецкого производства, а также итальянский артиллерийский тягач «ФИАТ СПА ТЛ-37». Здесь можно увидеть образцы артиллерийского и танкового вооружения «Вермахта». Кроме автобронетехники и артиллерийского вооружения, применявшихся армиями стран-участников Второй мировой войны, на выставке экспонируется много других агрегатов и технических устройств. Лодочный мотор к немецкой штурмовой лодке, немецкая военная конная повозка образца 1905 года, советский аппарат для подачи воздуха водолазу. В 1933 году компания «СПА» под контроль на «ФИАТ» разработала две модели легких грузовиков. Модель «ФИАТ СПА-36Р» имел двигатель с воздушным охлаждением, а «ФИАТ СПА-38Р» с водяным охлаждением. В 1937 году опытная партия грузовиков была отправлена в Африку, где модель «СПА-38Р» показал себя более удачной. Основной версией «ФИАТ СПА-38Р» был бортовой грузовик. Кроме того, этот грузовик послужил базой для изготовления штатных автобусов, санитарных машин, фургонов и полевых мастерских. «ФИАТ СПА-38Р» использовался итальянцами в Африке и СССР и во время боев в Италии. В 1943 году General Motors разработала проект бронетранспортера, который базировался на шасси полноприводного грузовика Chevrolet S15A. В том же виде бронетранспортер, получивший обозначение Chevrolet S15TA, был запущен в серию. Корпус для него производила Hamilton Bridge Company. По идеологии бронемашина повторяла американский М3А1 Scout Car. С 1943 по 1944 годы было выпущено 3961 машин данного типа. В 1938 году английское военное министерство объявило конкурс на разработку легкого бронированного разведывательного автомобиля. В конкурсе победила разработка фирмы BSA. Производство же было организовано на фирме Daimler. Официально бронемашина разведчик именовалась Daimler Scout Car. Но больше она известна как Daimler Dingo. Первая версия машины имела съемную жесткую крышу, которая уже на модификации Dingo MK2 стала брезентовой. Также первые серии имели два поста управления и две управляемые оси, которые на Dingo MK2 упразднили. Версия Dingo MK3 получила водонепроницаемую систему зажигания. Всего было выпущено 6626 Dingo. Это самый массовый английский броневик военного периода. В 1942 году фирма Cleveland Tractor Company получила заказ на разработку специализированного аэродромного трактора. Он был необходим для использования прежде всего на полевых аэродромах. Ввиду специфичных требований тягач отличался весьма нетривиальной конструкцией ходовой части. Вместо металлических траков на нем использовались резинометаллические гусеничные ленты. Всего было выпущено более 8500 таких тракторов. Небольшое число тягачей данного типа использовалось на аэродроме под Полтавой в 1944 году. С определенной долей вероятности по окончании использования аэродрома такие тягачи могли попасть в Красную армию. Сразу после начала Второй мировой войны американская автомобильная промышленность получила огромные заказы на производство военных автомобилей различного класса. Заказ на производство автомобилей грузоподъемностью 1,5 тонны достался фирме Chevrolet моделью G4100, позднее G7100, также известной под индексом G506. Автомобиль выпускался в 12 вариантах исполнения, начиная от бортового грузовика G7107 и заканчивая подвозчиком боеприпасов М6. Имелся в линейке грузовиков и фургон G7105, который применялся в том числе и в качестве передвижной радиостанции. В СССР до мая 1945 года поступило 47 тысяч машин семейства G506. Часть из них пришло в виде машинокомплектов, которые собирали на газ имени Молотова. Советский грузовой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-ААА представлял собой реализацию концепции создания шестиколёсного автомобиля повышенной проходимости за счёт увеличения числа ведущих мостов до двух. Таким образом, колёсная формула автомобиля из 4х2 была превращена в 6х4. Большая часть бортовых автомобилей из шасси ГАЗ-ААА поступила в Красную армию, где на них были смонтированы топливозаправщики, радиостанции и бронеавтомобили. Минный тралл ТМТ-С предназначен для проделывания сплошных проходов в минных полях и сплошного разминирования местности. Создан ОАО ФНПЦ «Станкомаш» в городе Челябинск и принят на вооружение российской армии в 2007 году. Он имеет возможность разминирования противотанковых, противоднищевых и противобортных мин различных типов. Также тралл разрушает проводные цепи и инициирование взрывов минных угасов. ПТС-4 – это новейший российский плавающий гусеничный транспортер, который был создан специалистами ОАО КБТМ из города Омска. В конструкции ходовой части новых ПТС-4 используются элементы серийно выпускающихся основных боевых танков – гусеницы и торсиона Т-80, коробка передач и фрикциона Т-72. Максимальная скорость движения по шоссе составляет 60 км в час, на плаву – 15 км в час. Грузоподъемность машины составляет 18 тонн, а запас хода по топливу на суше – 587 км. Также плавающие транспортеры можно использовать при проведении различных спасательных операций во время стихийных бедствий, к примеру, при разливе рек. Экипаж машины состоит из двух человек. То есть у нас есть физический объект, мы на него нанесли маркеры позиционные, сначала отсканировали маркеры, но мы сейчас на это время тратить не будем, просто чтобы сам процесс показать. Выставили разрешение, взяли сканер, и наш физический объект плавно отправляется в электронную среду, а дальше передается, например, конструктору. Конструктор создает CAD-модель и получает техническую документацию для производства такого же изделия. Либо, например, в данном случае это диск с креплением центра лодка из центральной гайки из партизного автомобиля. А мы хотим, например, на Volkswagen поставить, нам надо 5 по 12 центром делать, да? Соответственно, берем за основу наш скан и моделим центральную часть с креплением 5 по 12. Передаем в литье и изготавливаем то, что нам необходимо.